Информационная служба отеля радиокомпании Гомель протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый день. 20 мая у Гомеля пройдет 13-й экономичный форум. Потенциальным инвесторам пропануть больше, как 150 проектов и до 200 земельных участков для ведения бизнеса. Олег Синцеров потекавился на кольки поспехово. Реализуются погоднения, заключенные подчас попередних форумов. У якости прикладу обрана сфера агроэкологичных послуг. Агроэкотуризм – сфера, протягальная не только для особенных жахаров, а лишь матоких предприемств. По великим рахунку проблем при реализации проекта может возникнуть в сяго две. Необходное укладание перевысить финансовые максимальности предпринимательника, где не отремается пропоновать комплекс саправды за потребованных послуг. Тут так само необходно усил пролечить, уречься, як и любые інши вид деяностей. Агроэкотуризм повинен приносить прибыток. Ощущая деятельность с постановкой на учет в налоговой инспекции планировали в 2015 году 28 человек. За 2015 год ими было заключено около, не около, а 553 договора на сумму около 1 миллиарда белорусских рублей. Посетили наши агроусадьбы 3372 человека. Водосховища Михайловская у свой час будывали для створения стратегичных запасов воды. Хоть до завершального этапа работы не довели, проект оказался нерентабельным. Зато и в Гоменском районе заявился неповторный куток природы. Бадай самый великий плюс альчинного агроэкотуризма – некранутая природа. Ни аглезниче ни на что. Зносилось такие кутки – все еще не проблема. Макчима, у нас меньше теплых ден, чем у паудневых краинах. Але и в этом есть своя пригожость. Почас одного из гоменских форумов погоднение по заведению на берзе водоема агроэкотуристичного комплексу заключила гоменская будавничая фирма. Кажуть, что звернули увагу на гэта мястинный году 15 тому. Тяпер заявилась макчимась реализовать мару. Капарча узвядзенье даму для туристов, компания посадила тут уже около 2000 древ и выпустила у водоема маль 40 тысяч тонн рыбы. Различная на 50 человек комплекс, яке отримау назву «Славянский свет», будет працаваць па принцыпе у сё уключена. Пачинаюча от макчимася отпачаваць сарот саправды некранутой природы до самых разностайных забау. При этом ориентация на звычайные семьи с Беларуси и близкого замежа. Пеших туристов тут планують принять в наступном годе. Тут не будет таких заоблачных сцен и тому подобное. Тут континент простой, семья, должна приезжать семья. Дети играют на детской площадке, аниматоры с ними гуляются, женщина либо купается, может на лошадях покататься, мужчина либо охотой занимается, либо рыбалкой. Всем, чем хочешь, здесь можно сделать. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Беларуская чыгунка с завтрашнего дня почне отправлять з Витебска и Могилёва праз «Гомель» промые рейсы у Краснодарский край. У першыню за опошние три годы. Гэта причапные вагоны плацкартного типу. Спыняться тягник будет так само у Рогачеве, Жлобине и Будакашалеве. В опошние годы ходил только промысостав з Минска праз «Гомель». До прикладу, первый рейс отправится завтра з Витебска у Анапу Ранницей у 8-1-15 хвилин. У «Гомель» он прибудет каля 4-1 дня. Тут причапные вагоны соберут у один состав, який отправится праз Бранск, Воронеж, Ростов-на-Дония. У Анапы он будет у понеделка поудни. А пошний рейс запланованный на 29 вересня. Прикладный кошт билета – свыше полутора миллионов рублев. У Гомельским областным управлением спорта и туризма ушановали ветеранов, которые прошли Великую Айчинную войну и достигнули серьезных успехов в спорте. Одна из них – Тамара Пчелянкова. Войну она сустрела в 13-годовом взросе. Была связной в партизанском отраде, в котором воевал батька. Сдобывала необходимые дадены об перемещении немецких войсков, об планах оккупантов. Трапила у полон, судом выжила. 19-годов життя Тамара Пчелянкова присвятила мотоциклетному спорту. Як сама признается зараз, такая идея з'явилась одразу пасля войны. Я подумала, чем бы я могла заниматься, не дай бог, войны. И думаю, буду готовить. Овладела плаванием, грести на веслах. Когда-то в детстве толкнули и не знала, как работать. Весла грести, веслами плавания. Стреляла очень метко. Азбуку Морзе изучила, ПВО-программу прошла. Занималась в спортивном зале на турниках и на кольцах. Ну и решила, что надо владеть мотоциклом. Ветеранов с Днем Великой Перамоги широ повиншовало керавництво областного управления спорту и туризму. У Беларуси стартовала республиканская акция под назвой «Не покидайте дятей». Она промеркована до Международного дня семьи и Дня обороны дятей. Головная мета – не просто заховать житё и здоровье неполнолетних, а ли научить их правилам беспечного жития деяния. Головные обовязки по проведению первого этапа акции ускладены на подразделении Министерства по надзвычайных ситуациях, Белорусское товарыство «Червоного крыжа», громадские объединения и установы культуры. Так, например, представники товарыства «Соденничание пожарным и выротовальникам» организуют для детей викторинные конкурсы. Наведывают социально небеспечные семьи, детячие домы. На другом этапе до акции повинны долучиться установы, оховы здоровья, адукации и физкультурно-оздоровленческие комплексы краины. Учим наших детей очень многому. Начиная с детского сада и дальше, и дальше, и дальше. Но не учим их элементарным вещам, как выживать в этом беспокойном мире. Поэтому я убедителя прошу, чтобы не только тех, кто в силу своих должностных обязанностей, еще кто-то поучаствовал в этой акции. А это акция, я бы сказал, всенародная. Это акция не ради галочки, а акция направлена на то, чтобы каждый задумался о судьбе наших детей. Сегодня о 18.45 у передачи «Рудит пятерка» на телеканале «Беларусь-3» отбудется черговая встреча юных интеллектуалов. Телевикторина для старшеклассников задумана и реализуется творчей командой телерадиокомпании «Гомель» совместно с гомельским «Аблывы-Канкамам». Темпы викторыны достаточно высоки. За 25 хвилин удельники поспеваются отказать на десятки каверзных пытаннёв. Сегодня у «Рудит пятерцы» сустрянутся в учни середней школы номер 27 и 56-й гимназии города Гомеля. Глядите новый выпуск викторыны для школьников на телеканале «Беларусь-3» сегодня у 18.45. У Гомель прибудут великие святыни християнства. Первую из них икону с шастицей мощи у пророка и хрестителя Иоанна Протечи доставят заутро. Яна прибудет до вечерних анабаженства у храм Преображения Господниха, який знаходится на улице Каменщикова. Паклониться святыни можно будет после службы и на протягу наступного дня с 8-ми годин ранницы и до 8-ми вечера. 15 мая у храма для поклонения будет доступный образ с шастицей мощи великомученика Пантелеймона. Акафисты и на боженство, и коля святыни будут здесь снятся что дня. Иоанн Креститель является величайшим пророком, который совершил крещение нашего Господа, возлагая на него свою руку. К великомученику и целителю Пантелеймона обращаются люди, у кого есть какие-то недуги и болезни тела, а также души. Если человек искренне верит, если он надеется на помощь Божию и на помощь святых у его угодников, то, конечно, верующие получают просимое. Выстава текстильной скульптуры открылась у картинной галереи Гаурила Вашчанки. Экспозиция под назвой «Размовы у зеленых» объеднала больше, как 20 творчих работ. Выстава демонструя выники четвертых а международного пленера текстильной скульптуры, який проходил у Словакии. У делу им приняли вядомые мастаки, педагоги и студенты из Беларуси, России и Украины. Пять дзен на природе нырыхтовали уникальные объемные экспозиции. Скульптуры злямца, тканины, не таки фарбов. Кратывным выникам стали творы, які адлюстроювают предметы новокольного сяродзя и душевного стану человека. Объедновывая экспонаты, зеленый колер, як знак свободы, открытой дороги, макчымастя для пошуку и эксперименту. Появились первые ростки непристенного текстиля, непристенного гобелена. Обычно гобелен, как шпалер, асвязи себе на стене. Мы сделали какие-то вещи в объеме, в пространстве. Дожджи и навальницы чекаются ургионе на выходных. Подаденных областного гидрометцентра у ближайшие сутки будзе воблачно с прояснениями. На большей части территории пройдуть дожджи. У особных районах прогремять навальницы. Ветер по дневоусходне 5-10, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе 7-12 градусов тепла, у дзённые годины 14-19 градусов. У неделю, 15 мая, характер надворье не изменится. У початку наступного тыдня надворье Украине обумовять атмосферные фронты, за якими на территорию Беларуси будуть поступать прохолодные неустойливые поветранные массы с Балтыйского моря. 16 мая у день будзе переважно без западков. Температура поветра складе до 19 градусов тепла. Гэты и іншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by На гэтым выпуск завершены. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова